Всем привет! Сегодня у нас с вами не самая приятная тема, потому что я буду рассказывать о тех косметических средствах, которые мне не подошли и не понравились, и которые я никогда не куплю снова. Их громко называют разочарованиями, но мы с вами знаем, что ничего универсального в этом мире нет, кому-то нравится, кому-то нет, но я сегодня всего лишь делюсь своим опытом. Итак, первое средство, которое я не планирую покупать снова, это CC-крем от марки It Cosmetics, потому насколько оно использовано, можно догадаться, что я практически заставляю себя им пользоваться. Во-первых, я выбрала оттенок Light, который сам по себе далеко не Light, он какой-то такой оранжево-бежевый, но слишком темный. Когда я была такой более загорелой, то в принципе он еще так сносно смотрелся на коже, то есть я не выглядела как какой-то бешеный апельсин. Но на самом деле больше всего меня раздражает то, что на моем лице он выглядит отвратительно, то есть он проваливается во все поры, он каким-то странным образом подчеркивает каждое шелушение на моем лице. И многие говорят, что он прекрасно увлажняет, что он сливается с кожей, и когда я смотрю, как другие девочки, девушки, женщины наносят его на свое лицо, это настолько шикарно, а у меня просто какое-то непонятное месиво на лице. По-другому я даже не могу это назвать. И единственный факт, который заставляет меня вот этим чудом пользоваться, это то, что здесь физический фильтр и здесь защита SPF 50. Еще у него довольно плотное покрытие, он хорошо перекрывает все несовершенства и при этом без проблем распределяется. Я пробовала и спонжем, и кистью, и руками, и с бубном, и чего я только не делала. И каждый раз с пудрой, без пудры, с такой пудрой, с сякой, вечером мой макияж выглядит как одно непонятное месиво. Поэтому мы с ним не подружились, я не знаю, скорее всего, проблема в моей коже, но если вам было интересно, то, к сожалению, любовь у нас не произошла. Дальше волшебная пудра Бекка. И тут такой момент, я видела ее на реальном человеке, у которого, как мне кажется, по текстуре кожа похожа на мою. И я подумала, что это так красиво, это так роскошно, дорого выглядит, мне такое тоже надо. Я тут же отправилась в магазин, приобрела, и сначала мне показалось, что она такая довольно темная. И я как бы не ошибалась, потому что, посмотрите, она практически оранжевая. И когда я начала наносить ее на все мои любимые тональные кремы, с таким легким покрытием, со средним покрытием, ну, как будто, вот знаете, тональное средство было отдельно, и вот эта пудра лежала сверху, то есть она как бы не вполировалась. Я пробовала разные кисти, ну, чего я только с ней не вытворяла, вы себе не представляете. В конечном итоге я пришла к выводу, что эта пудра красиво смотрится только на тех тональных средствах, которые дают очень плотное покрытие. И тогда вот эта пудра буквально как зашлифовывает кожу, и на видеосъемке она красиво смотрится. И вот я не знаю почему, но тоже она не дружит с большинством тех тональных средств, которые подходят мне. Поэтому, если вы опять-таки ориентируетесь на меня, на мои какие-то предпочтения, то есть это легкая текстура, ну, максимально средняя, особенно на каждый день. Если вам особенно там нечего перекрывать какие-то несовершенства точечно при помощи корректора, вы не нуждаетесь в таком плотном покрытии всего лица, то я не думаю, что вот эта пудра вам нужна, и тем более, что она подружится с какими-то легенькими тональными средствами. Даже страшно подумать, сколько же это денег на ветер. Я не помню, у кого я высмотрела эту кисть, и в принципе это не важно, у меня есть своя голова на плечах, и чем она думала в момент покупки, я тоже не знаю. Это кисть от Mark Jacobs, слава богу, я купила ее на огромных скидках, и бронзер, который раньше был в лимитированной коллекции, и сейчас, как я понимаю, он вошел в постоянную продажу, во всяком случае, в нашей Sephora он все еще продается. Это знаменитый кокосовый бронзер, о котором мы сейчас поговорим. Давайте начнем с кисти. У меня есть кисть из iHerb, которая по форме напоминает эту, она такая же мягкая, она раз в пять легче, чем эта, этой можно и убить. Я не представляю, как пользоваться этой кистью вне дома, но, возможно, никто этого не предполагал, но это уже какие-то мои выдумки, кисти из iHerb в 10 раз дешевле, но самое большое отличие и боль в том, что это супер дорогая кисть от Mark Jacobs, которую я подарила себе, блин, на день рождения, как бы делает дырки в тональном креме, что я имею в виду? Она предназначена для бронзера, и когда я начинаю наносить бронзер даже самыми легкими такими поглаживающими движениями, все равно она как бы стирает тональную основу, и опять же, с таким плотным тональным кремом все еще более-менее, если легкий, пиши пропало, то есть она как бы передвигает мой макияж, и иногда я просто вижу, что я стерла тональный крем, и как бы поверх просто есть бронзер. Нервов моих на это не хватает, я пробовала ею так аккуратно припудриваться, и она как бы делает такие мелкие дырочки. Может, мне попался такой экземпляр, мне не очень хочется оправдывать кисть за такую цену. В общем, вы поняли, да? Мечта многих бьюти-голиков, я себя тоже к ним отношу. Он так много мелькал в американском бьюти-сообществе, что я просто перебирала ножками и не могла дождаться, когда же они вновь его привезут в нашу сифору, и я смогу заполучить его. Девочки, я даже попросила консультантов, которые меня прекрасно знают, чтобы они отложили один экземпляр для меня, чтобы его никто не купил, прежде чем я доеду до этой чертовой сифоры. Это просто настолько смешная история, что... В общем, в итоге забрала я свой бронзер, приехала домой, быстренько стерла все то, что было на лице и накрасилась. Сижу, смотрю на себя в зеркало и понимаю, что у меня оранжевые щеки. Кто говорил, что этот бронзер имеет нейтральный оттенок или такой более холодный? Я не знаю, возможно, у меня такой тон кожи, но я не могу сказать, что я прям супер бледная. Нет, и это не какое-то чудо-бронзер, это прям бронзер-бронзер, и в нем нет ничего особенного, зачем нужно было бы гоняться, за что нужно было бы переплачивать. Еще и запах у него такой, знаете, кремово-химический. То есть я ожидала чего-то хотя бы приблизительно напоминающего кокос или чего-то такого чистого. Это, ну не знаю, для меня это запах какой-то дешевой косметики. Я бы очень хотела познакомиться с другими средствами от бренда Mark Jacobs. Я не говорю, что это плохой бренд. Я обязательно куплю себе тени, мне нравятся румяны, я хочу попробовать помады и блески. Но это не что-то сверхъестественное, то есть чтобы вы не ожидали чего-то такого, знаете, вау, как я. Я думала, что это будет, ну что-то такое, зачем вот реально нужно охотиться. Тоже, нет. Мне кажется, что сейчас мне придется закрываться всем чем угодно, потому что у меня летят тапки, помидоры и все самое несвежее из ваших домов. Потому что я сейчас покажу консилер, который многие любят, боготворят и считают абсолютным мастхевом номером один. Это консилер от марки Maybelline. Что же не так? Во-первых, сейчас мои предпочтения изменились. Мне нравятся более увлажняющие консилеры. И я не знаю, как у вас, но у меня довольно сухая кожа, особенно под глазами. Я даже не просто увлажняю кожу под глазами, я, кстати, на веках тоже, а прям питаю ее. И если у вас такая же ситуация, то мне кажется, что вот этот консилер вам точно так же, как мне, может подсушивать вот эту нежную область вокруг глаз. Да, он хорошо все перекрывает. Да, для какого-то вечернего мероприятия, но для меня не на каждый день он мне под глазами делает сахару. Если уж выбирать марки Maybelline, то гораздо больше именно мне подходит Fit Me. И написано, что это антивозрастной консилер. Я не совсем представляю его на возрастной коже. Мне кажется, что его будет слишком видно. Он будет, знаете, забиваться в складочки, будет подчеркивать сухость под глазами. Это лично мое мнение. Но, посмотрите, я честно пыталась им пользоваться на протяжении длительного времени, чтобы прийти к каким-то выводам. И если речь идет о таком использовании от случая к случаю, то это очень неплохой, хорошо перекрывающий, доступный вариант. Но не на каждый день, так как я сказала. Сыворотка под глаза от компании Instant Natural. Она идет с витамином С, кофеином, гиалуроновой кислотой и целым комплексом пептидов. Для меня это просто какая-то бесполезная мазючка, которая не дает, не делает ничего. Она даже не увлажняет, у нее такой оранжевый цвет. И я не знаю, как я сплю, но вот этот оттенок каким-то странным образом переносится на подушку. Пахнет чем-то натуральным, состав действительно очень хороший. Но главное, что по действию вот эта сыворотка вообще никакая. Хотя на нее довольно неплохие отзывы. Возможно, моя кожа уже привыкла к чему-то помощнее, я ничего не вижу. Напишите, пожалуйста, как вам. И у меня такое впечатление, что витамин С здесь уже как бы окислился. Но может мне опять же попалась такая баночка. Я очень давно хотела попробовать фильтры для лица от компании Benton. Вы знаете, как сильно я люблю эту марку. Как много средств у меня в фаворитах. Практически все, что я пробую, мне подходит. За редким исключением просто нет такого, что все средства универсальные, подходят всем типам кожи и как бы отвечают на все запросы. Но вот эти фильтры, кстати, вот этот якобы предназначен для занятий спортом. Он идет с SPF 50. Здесь защита PA и 4+. Ну то есть я ожидала, что это будет что-то невероятное, что останется со мной надолго. И также вот этот крем для повседневного использования. Здесь SPF 38, PA и 3+. То есть это тоже очень высокий уровень защиты. И в этом и в этом фильтры и химические и физические фильтры. Но проблема в том, что они очень плотные. То есть я привыкла к тому, что корейские фильтры, они очень легкие. Они быстро распределяются. Они не оставляют никакого белого налета. Это эти же, видите, ну то есть этот предназначен для занятий спортом. Я предполагала, что он может быть более плотным, но он какой-то неприятный по ощущениям. Он прям вот сидит на коже и ты занимаешься спортом, а сосредотачиваешься на том, что у тебя на лице какая-то непонятная маска и он скатывается со всем уходом. Я не понимаю, что пошло не так. И вот этот крем для повседневного использования, здесь чуть меньше фильтр, но он такой же плотненький, он не дружит с уходом. Я поверх не могу нанести макияж. Я не совсем понимаю, когда, где и как ими можно пользоваться, честно. Он, конечно, более приятный, чем предыдущий, но все равно он оставляет лицо таким белым, при том, что я не могу наносить граммулечку, чтобы это все размазать. Как был смысл в этом? И со временем ситуация особо не меняется. Они как были белыми, так и остаются. И вот это вот ощущение тяжести, которое они дарят, лично я не могу перенести на свои кожи, поэтому, к сожалению, опять-таки очередное, очередные разочарования. На iHerb продаются вот такие спонжи. Я не помню, что это за фирма, но они продаются в таком комплекте. Есть еще один побольше. Так вот, я хочу сказать, что мне они совершенно не понравились. Я пробовала покупать их дважды, чтобы перепроверить. И оба большие спонжи порвались сразу же во время первой стирки. Я не могу сказать, что я как-то брутально относилась к ним. Просто они начали трескаться. У меня ногти, ну, не особо длинные. Бывает, когда они более длинные, чем сейчас. Но, тем не менее, я не могу сказать, что я как-то впиваюсь своими когтями в эти бедные спонжи. Нет, все абсолютно нормально, стандартно. И один треснул, а второй просто развалился. Поэтому я считаю, что не стоит тратиться. Лучше уж купить какой-то Real Techniques или Vivo. Или подсобирать денег и купить Beauty Blender. Если вы прям сильно нуждаетесь в спонже, для меня это must-have. И я готова тратиться. Видите, два раза потратилась на что-то более дешевое. А, по сути, могла бы купить один Beauty Blender со скидкой. Еще несколько не самых бюджетных средств. Мне как-то, по-моему, Look Fantastic прислали коробку, где был шампунь. Тоже от Bad Hat. Он хорошо пахнет. Немножко такой химический. Но прям сильно промывает волосы. Если вам такое нравится. Мне не совсем, мне кажется, что он пересушивает мне волосы. В общем, суть в том, что линейка была предназначена для окрашенных волос. Для блондинок. У меня сейчас такие немножко суховатые волосы. И не знаю, с чем это связано. Может, с шампунем и кондиционером. Не знаю. Проверю. Но, в общем, я подумала, что это должно мне помочь. Консистенция. Давайте начнем с консистенции. Консистенция напоминает чуть-чуть подсовший желток. И когда это выдавливается, хоть бы не обляпать юбку. Ну, нормально. Сюда имеет приятный запах. Тоже химозный. Но все равно, как бы, это приятный запах. И когда начинаешь распределять вот это нечто по волосам, оно комкуется. Вот знаете, бывают бальзамы, кондиционеры, маски, которые прям хорошо распределяются. Это же летит кусками. Остается на ванной, и фиг это отмоешь. Уж извините за выражение, но я не представляю, сколько стоит этот кондиционер. Думаю, ладно, если ты будешь питать мои волосы, я буду мать в ванну каждый раз. Окей. Вы думаете, я дождалась питания? Нет. Его как не было, так и нет. Поэтому я не совсем понимаю, что должен делать вот этот кондиционер на окрашенных, то есть на осветленных волосах. Как бы должен восстанавливать их, с чем я категорически не согласна, и злости моей нет предела. Ну, то есть у меня сегодня очень хорошее настроение, и немножко, знаете, такой парадокс, потому что даже нормально пошутить не можешь. Потому что как бы это не смешно, когда прям сильно тратишься, и средства тебе не подходят или не выполняют свои функции. Вот это, это, наверное, вишенка на торте. Дальше покажу вам одну из самых свежих палеток от марки Цуива, Зоева, Зоева. В общем, все знают, о чем идет речь. Мне кажется, что после этих слов мне окончательно перестанут присылать что-либо. Я очень хорошо отношусь к этой марке. Не с какой-то претензией, поймите меня правильно. Мне просто кажется, что они плодят эти палетки со скоростью света. Я получаю не все, но не было ни одной за последнее время, которая бы произвела на меня какое-то приятное впечатление. Они, по-моему, штампуют одну и ту же формулу. И подбор оттенков лично мне, ну, вообще непонятен. Ну, то есть как бы все уже выпустили какие-то персиково-розовые оттенки. И опять у нас набор рыжих-коричневых каких-то цветов. Здесь есть переходные оттенки. Но на мне, я вот очень хотела попробовать вот эти цвета. И на мне они смотрятся так неестественно, так некрасиво. Они, правда, мне очень не подходят. Они делают мои глаза заплаканными. Уж лучше накраситься румяными, честное слово. И они неплохие по качеству. Вот эти цвета будут очень хорошо смотреться на темных, на карих глазах. Но мне казалось, что на других блондинках, как Альберта Берлин, да, вот ей очень классно подходит эта цветовая гамма. Это, кстати, инстаблогер, по-моему, у нее нет ютуб-канала. Она очень красивая, я видела ее в реальной жизни. И, по-моему, она единственный человек-блондинка, на которого я встречала в жизни, который было бы настолько шикарно, вот именно шикарно в этих цветах. Я же выгляжу, как какая-то женщина, которая пытается молодиться и превратиться в инстачику. Sorry за такие слова, ну, честно. И вот этот оттенок неплохой, бордовый. Но как самостоятельная палетка вообще нет. То есть здесь нет базового бежевого оттенка, здесь нет темно-коричневого. То есть все они приблизительно похожи, все они в одной тонации. Я понимаю, что это подборка, скорее всего, каких-то цветов, которые должны дополнять уже существующие палетки. Но повторение всех бронзово-коричневых, рыжих, мне вот эта тема непонятна. То есть если бы я покупала такую палетку, там, или, не знаю, такие оттенки хотела бы, я купила бы несколько отдельных цветов. Я уже не набирала бы вот этого коричневого, всего непонятного. Или же взяла бы палетку, в которой был бы какой-то персиковый. У туфа есть, по-моему, есть что-то такое. Тот же какой-то малиновый. Ну, то есть лично меня вот эта гамма вообще никак не впечатляет, не вдохновляет на эксперименты. И у меня такое впечатление, что меня немножко обманули. То есть мне втиснули три каких-то новых цвета, остальное мы уже проходили, мы уже знаем, мы уже видели у того же бренда. Зачем? Зачем? Мне непонятно. Может, вы мне что-то можете объяснить? И как бы формула самих теней неплохая. Действительно неплохая. Но те же Poese, те же Everline, это приблизительно то же самое. И, кстати, да, можно купить более универсальную палетку со всеми теми цветами, которые здесь не хватает. Everline, Burn, и вы будете счастливы. Теперь тинты, которые мне не подошли. Это не говорит о том, что они плохие. Пожалуйста, услышьте меня. Потому что у меня сухие веки. И тинты от Armani мне очень нравятся. Их обычные, ну, то есть сияющие, 11-е, мерцающие я докупала. И как бы много раз рекомендовала. Но вот именно матовые, это нечто для жирных век. Если у вас ничто не держится, то, скорее всего, вам они подойдут. Потому что они держатся как прибитые. И при этом могут служить базой под другие оттенки. Или выравнивать цвет в качестве монотеней. То есть зависит, какой оттенок вы выберете. Они классно между собой сочетаются. Если вы можете приобрести сразу несколько, то это вообще очень быстрый макияж, эффектный. И они выглядят не плоско на веки. Но если у вас, так как у меня сухие веки, то они будут сушить. Поэтому мне прям осторожно нужно обращаться именно с матовыми тинтами Armani. Но если у вас нормальные веки, жирные, то вы придете в восторг. И может я не совсем научилась работать такими вещами. Но я же говорю, если у меня получаются сияющими, то почему-то с вот этими я прям явно ощущаю сухость. Мне кажется, что тут как бы дело не в ловкости рук, а вообще в самом средстве. И в каких-то таких особенностях моей кожи на веках. И последнее на сегодня, это туалетная вода от бренда L'Occitane. Мне ее подарили. И на самом деле аромат очень приятный. Это пион с чем-то таким нежно, воздушно, свежим. То есть он такой ненавязчивый. И проблема в том, что я вообще не ощущаю этот аромат спустя полчаса после нанесения. И не только я. Я перепробовала почти на всех своих подружках. И как бы непонятно. Мало того, у меня небольшая комната. Если я воспользуюсь какими-то, даже не духами, а туалетной водой из Zara, я зайду в комнату, например, там через 2 часа, я еще ощущаю какой-то такой тонкий аромат. И иногда после интенсивных ароматов мне хочется проветрить комнату. Вот этот я пыталась распылять в воздухе для того, чтобы в комнате приятно пахло. Потому что этот аромат очень приятный. Он в моем стиле. Особенно летом мне хотелось бы им пользоваться. Но это, знаете, как такой пшик для настроения. То есть вот захотелось чем-то подзарядиться, раз-раз нанесли, а потом вообще как бы не важно. Если это ваш вариант, то да. Но мне нравятся ароматы, которые держатся ну хотя бы часа 4. То есть я даже не требую, чтобы летом у меня был сумасшедший шлейф восточных ароматов. Нет, ничего в этом духе. Но этот аромат я не ощущаю совсем. Совсем. Спустя полчаса после нанесения. Очень жаль. Точно так же, как жаль, что остальные средства мне чем-то не подошли. Вот напишите, пользовались ли вы другими ароматами от бренда L'Occitane. Возможно, ну просто мне попался такой самый свежий, самый легкий. Самый такой, вот знаете, под настроение, чтобы зарядиться чем-то с утра. Вот прям нанести что-то такое приятное. И дальше на этой волне отправиться по своим делам. Может я чего-то не поняла. Делитесь, пожалуйста, вашим мнением по поводу того, что я показала. Однозначно большинство из вас напишут, что консилеры от Maybelline классные. Что со мной что-то не так. Ладно, надеюсь, что это видео в любом случае было полезным и интересным. Всем пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.